Музыка Все без исключения ангарские деревни, в том числе и деревня Рожкова, стоят на берегах самой ангары, либо ее притоков. Оно и понятно, река не только поила и кормила, но и была естественной транспортной магистралью, связующей населенные пункты. А расстояния между ними определялись одной или двудневным переходом на веслах или на шестах. Музыка Планировочная структура деревни была исключена. Исключительно линейные, то есть вытянутые вдоль берега. Это тоже объяснимо. Во-первых, корчевать тайгу под пашней дедовским способом было дорогим удовольствием. И не в пример нынешним, в те времена сельхозугодия ценились очень высоко и ими не разбрасывались. Вот по этой стороне клуб был, вот там дальше как дизельное, это все вдоль амбара все колхозные там было. Подальше там, туда взлетная полоса была, ну аэродром. Школа до трех классов была тут. Две улицы было. Одна пионерская, а другая была комсомольская. Люди жили, конечно, бедно, хотя у них и голода они не хватили, но одежды никакой не было в магазинах. Ни обуви, ни одежды верхней, ничего. Когда плодбище открылись, так давали план, чтобы заготавливали лес. На лошадях из колхоза вот дадут план примерно рожковый, сколько вывести леса. Вот эта молодежь вся брали лошадей тут в колхозе и ехали на плодбище и всю зиму возили лес на лошадях на берег. Скатывали его там и все. Ну а разделывали там другие в лесу уже, пилили все. И когда это образовались эти, то молодежь лета-то работала в колхозе на полях, все или езжали и все. А на зиму опять план давали колхозу, опять молодежь вся уезжала на плодбище, работали на плодбище. А пожилые вот такие мужчины уезжали на ленские преска. Ленские преска уезжали, там работали на них и зарабатывали какие-то копейки, покупали там материал, все и привозили, семью одевали. А так у них ничего своего не было. Они сеяли коноплю, лен, все это на реке морозили, вымораживали. Потом были такие эти мялки у них, мяли это все, пряли и ткали. И молодежь вся ходила в холсте в этом. Что сегодня за погода мы гуляли под луной. Раз хорошенько и парни, и шка все ухо, живало да за мной. Деревня наша стоит над угором, хорошая, близ, возле ангары, поля все близко. Пока комбайнов не было, люди жали на жнейках, на лобогрейках, а мы вязали. Норма была большая, по 900 снопов. Норма. В 4 часа оставали, вязки делали, потом днем вязали. Вязка кончилась, скирдование началось. Скирдуют, скирды в большие. На лошадях скирдовали. А потом обмолачивали. Народу тоже много. На молотилке я все на резке была, на раструске. Когда барабан кидают уже. Потом комбайны уже стали. Острова у нас напротив. Скот весь был на островах, сенокос на островах. Все близко. На лодках без моторов ездили. Люди веселые. Всегда с песнями. На работу, с работы. До ярки ездили, доили. Тоже всегда с песнями ездили. По этим островам ездили, рыбачили. Кунеиды этих ловили. Щелк на переметы. Ну, животники какие еще их назвали. Там протока широкая, да. Здесь вот еще чуть-чуть. Жизнь без рыбалки была немыслима. Каждая семья имела лодку, а то и две. Если снасти хоронились тут же, на берегу, в смоловниках, то таскать улов за 3-9 земель никто не хотел. День по 17 и по 20 детей жили все вместе. По очереди эти снохи стряпали. Там одна неделю стряпает, другая там убирается со скотом. Третья там еще чем-то занимается. У них было все по очереди. Но жили все вместе. Они строили дома. Вот у нас, примерно, два дома было на одних стенях. Раньше же не было комнат. А строили вот кухня была и зал такой большой, продольной. И все. А людей же полно. И все. Летом, конечно, и на вышках спали, и в сенях спали, и на улице строили эти летние кухни, и в кухнях, и везде были на руках. Традиционная ангарская усадьба деревни Рожково практически ничем не отличалась от таковой на русском севере, поскольку с северянами и строилась. Ее замкнутое пространство формировалось непосредственно домом, высоким забором с воротами и расположенными по периметру хозяйственными постройками. Амбары ставили на открытом месте подальше от деревни. Люди готовы были на случай пожара рисковать чем угодно, даже собственным жильем, но только не стратегическими запасами зерна. Дома возводили в сущности по типовому проекту. Бревенчатый сруб, большинство окон выходило на улицу и четырехскатная крыша. Казалось бы, можно и заблудиться, но нет, ничего подобного. И дома одинаковые, и окна похожи, да только двух аналогичных по рисунку узоров наличников вы не только в деревне, но по всей Ангаре не найдете. Субтитры создавал DimaTorzok